Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня хочу рассказать вам, как я делаю живую воду. Такое видео уже было на моём канале, но это было полтора года назад, и я думаю, что многие из вас просто не видели это видео. Вообще, эту воду сделать очень просто. Нам нужно взять любые растения, которые легко укореняются. У меня сегодня это будут веточки ивы. Но вы можете взять любое другое растение, которое легко укореняется. Такое, например, как плющ. Это из тех, что я знаю. Ива, плющ, это буквально за три дня они дают корни. Мы берём с вами обычную баночку. Вот смотрите, как это всё выглядит. У меня это обычная баночка, обычная вода из-под крана. И я туда вставила свои веточки ивы. Я всегда так делаю, если мне нужна живая вода для укоренения других растений. Для того, чтобы укоренить тоже черенки. Обычно у меня есть драцена. И обычно, когда я обрезаю ей макушку, и хочется мне её сделать более пышную, более кустистую, я если просто в воду вставляю, она гниёт. И вы знаете, ни разу у меня не получалось сделать так, чтобы она дала мне корешки. Но с помощью этой живой воды я научилась черенковать драцену. Хотя кто-то скажет, что для кого-то это ерунда, да, и запросто дают корни. Но в моём случае это очень такое, знаете, тяжёлое занятие. И, как правило, эти черенки идут в мусорку. Но здесь с этой живой водой вы можете укоренить любое трудноукореняемое растение. В чём смысл, да, вот этой живой воды? Веточки, которые вы туда вставите, которые легко укореняются. Буквально там за три дня можно даже посмотреть в интернете, да, такие растения, чтобы можно было срезать и поставить. То есть они, начиная растить корни, выпускают в воду секрет, выпускают такой сигнал, можно сказать, для других растений, что пора расти. Это действует всегда весной и летом. И вы можете любой черенок срезать и поставить в эту воду. Даже орхидею, которая у вас без корней, она у вас стоит над обычной водой, да, и наращивает корни, вы можете её прямо к этим веточкам поставить, да, как вот над водой, и она быстрее даст вот эти корешочки, потому что в этой воде есть сигнал к тому, что нужно наращивать именно корни, именно корневую систему. Сегодня я эту живую воду сделала, опять же, для своей драцены. Я хочу обрезать макушку, потому что у меня там в горшочке растёт три драцены, но у них у всех по одной макушке. Вот самую большую драцену я хочу сегодня обрезать и поставить сюда, собственно, этот черенок. Я знаю, что 100% в этой воде с этими палочками, да, от ивы, у меня это кудрявая ива, можно использовать обычную иву нарезать, а вот что здесь 100% начнут расти корни у черенка моей драцены. Так, смотрите, видите, здесь есть у меня череночки, у которых уже большие корешочки, вот такие длинненькие, так, не могу вытащить. Ну, вот я думаю, видно, видите, уже такие длинненькие. А есть прям вот-вот-вот, я их туда положила, и вот буквально три дня, и вот видно вот эти вот точечки, да, где уже начинают пробиваться корешочки. Значит, они уже дали сигнал, да, в воду, выпустили вот этот секрет, да, который стимулирует как раз-таки любые растения, трудно укореняемые на то, чтобы они вырастили нам корни. Я хочу ещё такой же эксперимент, да, вот именно в эту же воду поместить розу и посмотреть, как она даст свои корни, да, вот в такой воде. Обычно у меня такие эксперименты не заканчивались успехом, тоже всё сгнивало. Вот, теперь хочу попробовать. Правда, сейчас во время карантина не знаю, где мне найти розы, да, чтобы взять и попробовать укоренить. Но, возможно, этот эксперимент я оставлю чуть-чуть на потом, вот. Но сейчас я обрежу свою дроцену и эту макушку поставлю сюда. Как только она укоренится, я высажу её в общий горшок, и у меня будет таким образом более такая пышненькая, да, композиция из моих дроцен. К тому же я ещё хочу провести эксперимент с оставшимся вот этим потом голым стволиком, да, чтобы наросло больше макушек. Я хочу провести один эксперимент, который тоже выставлю на своём канале. Поэтому будет очень интересно. Оставайтесь со мной и обязательно подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. А мы с вами пойдёмте и как раз-таки обрежем эту макушку с моей дроцены. Субтитры подогнал «Симон» Ой, мои дорогие, если честно, очень жалко было резать мою дроцену, но хочется более красивый вид. Знаете, мне, например, не нравится, когда дроцена растёт, да, вот там одна такая палочка в горшочке и есть макушка. Да, это красиво смотрится, но это смотрится ещё красивее, если это несколько, да, дроцен, ещё и у этих дроцен несколько макушек. Вот как раз-таки мой эксперимент, который я делала два года назад, и мои черенки погибли и не выжили, да, вот это вот как раз этот срез. А вот новые черенки, которые у меня прижились в горшочке, были выращены именно с помощью живой воды, и их принёс мне муж с работы. Они немножечко отличаются по цвету. Моя такая, знаете, зелёненькая, у неё лёгкий такой вот кант красный, да, по листочку. А те дроцены, которые мне принёс муж, они более-таки с красными полосками. Вот, но и та, и та очень красивая. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно всё-таки убрать вот эти вот листики дроцены, но я не хочу их полностью прям срывать. Я их пообрезаю вот таким вот образом. Я их отрежу. Если честно, очень жалко и сердце крови обливается, но я так думаю, что всё делаю во благо. Тем более, сейчас весна, и самый-самый такой вот момент, да, для того, чтобы сделать обрезку нашим цветочкам, не только дроцены, да, многим другим. Тем более, она уже выросла высокая у меня, и дальше куда? Только в потолок. Поэтому это, мне кажется, такое целесообразное действие с моей стороны. Плюс ещё к тому, что если она сейчас всё-таки выдаст мне пару макушек, я буду, наверное, очень-очень счастливая, да, в этом плане. Так, ещё вот я всегда думала, жалко, что я с вами не в прямом эфире. Видите, у меня здесь сам вот этот старый стволик, и вот новая, да, она отросла, в принципе, так плохо фокусирует, в принципе, уже достаточно длинная для того, чтобы я её прям вот так вот, наверное, обрезала, да, и поставила как два череночка. Вот я, наверное, так и сделаю, потому что, ну, вот так вот череночек смысла, наверное, нету никакого оставлять, да. Поэтому я, наверное, вот так вот обрежу ещё вот эту вот макушку. Ой, если честно, аж руки трясутся. Очень я люблю свои цветы, и когда вот эти манипуляции провожу, мне постоянно я сомневаюсь и думаю, что я вдруг что-то, что-то делаю не так. А вы обязательно мне пишите в комментариях, у кого есть большой опыт, да, вот в таком, в такой обрезке и драцент, да, и как лучше сделать для того, чтобы было много макушек. Вот один вариант я знаю, и вот хочу вам его показать в следующем видео, но вдруг в комментариях попадётся более какой-то простой способ, и я посчитаю, что он лучший. Возможно, сделаю другой вариант. Итак, вот здесь я всё-таки решаюсь обрезать. Вот так вот. И у нас теперь вот будет вот такой вот череночек. Так, плохо фокусируется, по-моему. Так, у нас будет вот такой вот теперь черенок. Нужно подсушить буквально, там, не знаю, где-то минут 20-30, чтобы этот срез подсох. Сразу в воду ставить нельзя, потому что, опять же, может как раз-таки спровоцироваться гниль. И вот у нас теперь второй вот такой вот череночек. Но вот, наверное, снизу вот здесь я всё-таки оборву листики. Там, где будут стоять они в воде, нужно оборвать, чтобы они не начали гнить. Так же, как и на веточках, да, которые вы будете ставить, которые легко укореняются, если листики попадут в воду, они будут гнить. Поэтому вы с этих веточек тоже листики снимайте. Вот так я это всё дело оставлю. И здесь я, наверное, тоже хочу убрать макушку всё-таки, чтобы, ну, вдруг вырастет несколько макушек, правильно? Вот, поэтому в любом случае вот эти листики нам тоже нужно обрезать. И чуть-чуть вот обрежу больше, для того, чтобы, возможно, у нас пошли две макушки расти. Вот так вот это всё будет выглядеть. Конечно, процедура, мне кажется, такая прям, да, на вид ужасная. Столько у меня теперь срезанных листиков. Вот. Но у меня их ещё и мой попугачик-каренчик погрыз, поэтому она бы ещё долго росла с некрасивыми дырявыми листиками. А так вот я её обрезала. Надеюсь, у меня не будет гневных комментариев, потому что люди, которые знают, да, для чего я это делаю, меня поймут. И, в принципе, я думаю, ничего такого тут прям супер зазорного нету. Все так делают, все так размножают драцену, да, и укореняют. Поэтому сейчас у меня вот немножечко полежат мои срезы. Просто на столе я пока уберу здесь листики и поставлю их в баночку. Итак, я уже убрала листики. У меня прошло какое-то время. Да, ещё хочу сказать про вот этот замерзший ростик, да. Он начал расти одновременно с большим вот этим вот ростом, да, с макушкой. Вот. С вот этой, да. Вот. Но он так и замер. И постепенно отсушивает свои листочки. Хотя я уже и поливаю свою драцену, да, вот остатками с манипуляцией, да, которые я провожу с орхидеями, я постоянно вот поливаю свои растения. Они, в принципе, растут хорошо. Но вот эта вот, да, макушка, она как была, так и осталась. И за это время, как я замерла, не вырастила ни одного листочка. Если бы у меня было бы две макушки, я бы, наверное, сегодня даже не обрезала её, потому что, я же говорю, мне жалко. Мне всегда жалко делать такие манипуляции. Вот. Но зато у меня теперь будет стопроцентно два череночка ещё новых драцены. И возможно, что они мне дадут ещё, хотя бы даже если по одной макушке, то уже будет красиво. А с таким материнским растением, который у нас остался в горшке, я прям хочу помучиться, и чтобы она мне выдала несколько макушек. Вот. Очень мне этого хочется, чтобы вид был такой пышный-пышный, да, такой пышный кустик. Вот. Поэтому смотрите, кому интересно, следующее видео. Так. А я уже буду... Кстати, я ещё не сказала вам, что этой водой можно, в принципе, поливать и ваши орхидейки, которые плохо растут, и которым вы пытаетесь нарастить корни. Или если орхидейки вообще без корней, да, вот как... Много я видела таких... И видео в интернете, и фотографии, как вот немножечко опускают так в банку, и пару корней у вас находятся в воде. Тоже можно точно так же, прям с этими веточками, опустить пару корешочков в воду, да, если вы так пытаетесь реанимировать. Или даже если у вас уже стоит так орхидейка, вы можете прям в эту же воду добавить пару веточек ивы. И я больше чем уверена, что ваша орхидейка начнёт намного быстрее наращивать свои корни. Просто у меня сейчас нет таких орхидей, которые реанимашки, которые без корней, поэтому, собственно, я вам сейчас не могу на примере своих растений показать, как это делается. Все у меня посажены, все в горшочках, нет у меня сейчас таких орхидеек, да, в тепличках. Вот, поэтому, собственно, я вам говорю, но показать не смогу. Попробуйте. Очень-очень хороший способ для укоренения. Вот, если у вас до сих пор есть растения, которые вы уже несколько раз пытались укоренить и черенки у вас гнили, обязательно обратите внимание на этот способ. А я уже вот буду ставить свои череночки к этим веточкам ивы. И вот так вот они у меня простоят, наверное, пару недель, и у нас уже за это время будет видно результат. Вот, и 100% он будет положительный, потому что это не первый мой такой опыт. Поэтому оставайтесь со мной, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, да, с тем, как они уже начнут расти. И завтра я выставлю видео как раз-таки о том, как я буду пытаться сделать много макушек у своей драцены. Все, мои хорошие, до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok